Привет! Сегодня на обзоре две пары очень легких карбоновых шатунов с Алиэкспресс, которые объединяет одно. Когда меня спрашивают, стоит ли их приобретать для постройки своего собственного велосипеда, я всегда отвечаю на свой страх и риск. Почему? Об этом чуть позже. А пока рассмотрим особенности и отличия каждой из моделей. Первый вариант это Ruro. Это одна из первых моделей такого типа, которая появилась на Алиэкспресс. Форма этих и следующих шатунов примерно одинаковая, но у этих шатунов такой потрясающий лаковый дизайн. Очень много смолы или лака потребовалось для того, чтобы организовать вот эту вот линзу с таким глубоким эффектом. Ну, на любителя видно отпечатки пальцев и, честно сказать, вот это вот карбоновое волокно, которое просвечивает через лак, оно как будто бы искусственно накидано. Никакой необходимости наличия вот этих ниток под лаком нет технологической. Похоже, что они туда были помещены специально для создания, так сказать, большего рельефа и как-то привлечь, видимо, внимание к этим шатунам. Шатуны выполнены по трехкомпонентной схеме. Два абсолютно одинаковых шатуна и вал. Шатуны отличаются естественной резьбой и тут главное не перепутать при монтаже шатунов на вал. Вал системы не симметричный. С одной стороны в него интегрировано крепление для звезды или паука и это крепление выполнено в формате Шамана Директ Маунт. Также в комплекте с системой есть гайка преднатяга подшипников каретки. Для обеих систем подходят каретки с RAM DAP. Второй комплект шатунов с похожей концепцией у нас представлен изделием компании ROG BROS. Если дизайн шатунов RERO можно было бы называть спорным, то дизайн шатунов ROG BROS можно назвать отвратительным. Я не представляю, как должен выглядеть велосипед, где бы эти шатуны смотрелись гармонично. Несмотря на то, что эти шатуны в общих чертах очень похожи, отличие между ними довольно существенное. Первое и самое заметное это то, что вал системы закреплен в левый шатун. Не выглядит так, как будто бы он вклеен. Очень похоже, что система эта разборная, так как есть гайка под пиновый ключ, но разбирать эту систему я не стал. Несмотря на внешнюю схожесть формы шатунов, все-таки формы отличаются. И шатуны RERO более узкие, и шатуны ROG BROS имеют более высокий профиль, а такие более широкие. В отличие от RERO, краска на шатунах ROG BROS кажется гораздо более тонкой. Такое ощущение, что ее вообще минимальное количество и местами через краску, через матовый лак можно разглядеть структуру карбонового волокна. Следующее серьезное отличие шатунов ROG BROS от RERO это интерфейс крепления звезды. На шатунах ROG BROS он находится на правом шатуне. И отличается не только местоположение интерфейса, но и его тип. На шатунах ROG BROS используется ISTON или RAISE FACE KINCH. Ходят слухи, что полным аналогом шатунов от ROG BROS будут вот эти вот шатуны Lixone Aliexpress, которые, как правило, стоят сильно дешевле, чем шатуны ROG BROS. Да, действительно, они очень похожи, но я свечку не держал, поэтому сказать точно, совершенно ли они идентичны или нет, я не могу, но ни у Lixone, ни у ROG BROS наверняка нет мощностей, которые позволяют производить такие изделия. И для них эти шатуны делает какой-то уем-поставщик. А как он их делает, какое требование к изделию на выходе, этого мы не знаем. Эти требования могут сильно отличаться, и материалы, и допуски, и контроль качества может сильно варьироваться в зависимости от заказчика. Также довольно часто можно услышать, что эти шатуны – это полный аналог шатунов, не знаю, Cybray, как правильно это читается, не представляю, но это вот тоже такая вот китайская фирма, у которой шатуны стоят 419 долларов. И не удивлюсь, если Lixone с ROG BROS договорились распускать эти байки, потому что явно эти шатуны отличаются. То есть, как минимум, формообразующая поверхность у них разная. И это, в принципе, заметно на любом обзоре этих шатунов. У нее нет вот этой вот ямки, которая есть у шатунов Lixone или у шатунов ROG BROS. И вполне вероятно, что все эти шатуны делаются на одном заводе просто с разными требованиями к оформлению, дизайну упаковки и так далее. Ну а теперь давайте рассмотрим основные отличия шатунов друг от друга. И, на мой взгляд, главное и самое существенное отличие – это масса этих шатунов. С учетом того, что подобные продукты покупают люди, которых очень сильно волнует вес их велосипеда, разница в 70 грамм выглядит очень значительной. Преимущество здесь на стороне ROG BROS и, собственно, этого и стоило ожидать с учетом того, как не заморачивались или рос покраской. Следующее очень важное отличие – это интерфейс крепления звезды. Наличие ROG BROS интерфейса Shimano Direct Mount, который предназначен для MTB систем, на шоссейных шатунах выглядит очень странным решением. После поверхностного гуглижа я не смог найти, например, Power Meter, который можно было бы повесить на этот интерфейс и ответная часть которого поддерживала бы установку шоссейных звезд. Да, Рейсфейс или Истон Кинч тоже не самый популярный формат, но на него такие Power Meter есть. Особенно странным это выглядит на фоне того, что у УЕМ-родителя, скажем так, шатунов Реро, шатунов вот этих вот Лиси ЛСЕ-Ц1, есть вариант крепления звезды как на микросплайн, так и на Истон. Почему Реро выбрали микросплайн, который менее совместим, мне не очень понятно. Следующий недостаток шатунов Реро вылез при их установке. Система преднатяга подшипников не работает, нормально ее установить не получается, по большому счету эта штука просто болтается на валу и никак не может притягивать подшипник. Нормальная установка этих шатунов с нормальным преднатягом подшипника возможно только с кастомными проставками на ось. Общий минус обоих этих систем это то, что звезды располагают очень близко к шатуну. Некоторые передние переключатели в такой комбинации работают неудовлетворительно. Например, переключатель Вилтоп. Возможно, кому-то из вас по ходу видео показалось, что я порекомендую к приобретению систему шатунов от Рогуброс. Но нет. Я еще раз повторю, когда меня спрашивают, стоит ли покупать такие шатуны, я говорю, что все риски будут лежать на вас. То есть вы будете испытателем этих устройств. И когда я говорю об испытаниях, я не имею ввиду стандартные испытания, например, по ISO. Вот шатуны, которые проходят эти испытания. То есть здесь испытания на усталостную прочность, скорее всего, какой-нибудь ISO 402. И наверняка они проводят разрушающий контроль. Но в велосипедных стандартах ISO ничего не сказано об устойчивости шатунов, например, коррозионным воздействием. Или, например, как поведет себя алюминиевая закладная при регулярных сменах температур. Большое значение коэффициента теплового расширения алюминия и электрохимическая коррозия делает процесс приклеивания алюминия к композитным материалам на основе углеволокна нетривиальной задачей. И даже у компаний с большим опытом, таких как ФСА или СРАМ, не всегда это получается. И в сети довольно много примеров расклеившихся шатунов этих фирм. И к большому сожалению, на китайских шатунах это встречается чаще. И с этим столкнулся один из наших подписчиков и поделился вот таким видео в Телеграме. И закончилось все плохо. Закладная, которая крепится к валу шатуна, все-таки отвалилась полностью и шатун провернула. Самое печальное, что это произошло в отпуске, на выезде на этом велосипеде. И это именно та причина, по которой я не рекомендую сейчас покупать эти шатуны. Статистики их эксплуатации еще недостаточно. А за парней, которые катаются на этом оборудовании во влажном морском климате или, например, зимой по Москве среди реагентов, давайте все дружно прожмем F. Субтитры создавал DimaTorzok